Провокация омской власти. Депутату Госдумы Олегу Денисенко пришлось встречаться с военными пенсионерами на улице. Мероприятие было заранее согласовано и было получено разрешение на его проведение в ДК имени Дзержинского. Но в самый последний момент МВД решила проводить свои занятия именно в этом зале. Все подробности в материале Сергея Михневича. Мероприятие, которое мы проводим, это будет называться встреча с депутатом Государственной Думы. По закону такие мероприятия разрешены, поэтому уличный формат будет называться таким вот образом. Вопросы социальной защиты лиц, уволенных с военной службы, являются приоритетом во внутригосударственной политике большинства стран мира. Но только не в нашей стране и не в нашем городе. В очередной свой приезд депутат Госдумы Олег Денисенко должен был встретиться с военными пенсионерами в зале ДК. Однако в помещении стали вдруг проводить плановые мероприятия с сотрудниками МВД. Вопрос был согласован. Люди пришли. Но я подъехал немного пораньше, смотрю ДК Держинского, столько очень много полиции, наверное, на защиту военных пенсионеров прибыли. Спросил подполковник, что-то кадрами заведует, спрашиваю, говорю, а у нас же здесь тоже мероприятие, встреча с депутатом Госдумы. Он говорит, мне вчера после обеда поступила команда проводить здесь занятия. Почему представителю федеральной законодательной власти не могут предоставить нормальные условия для положенной ему по штату, по закону работы? Ответ прост. Денисенко состоит во фракции КПРФ. А это значит, что местная власть попросту обязана проявить к нему свое специфическое внимание, хоть как-то отметится в своем политическом усердии. Власть сегодня поступила с военными пенсионерами глубоко непорядочно. Отменив это мероприятие, проведение, которое должно состояться было в зале ДК Держинского, искусственно создало условия для того, чтобы не пустить военных пенсионеров для проведения встречи, собрания с депутатом Государственной Думы Денисенко Олегом Ивановичем. Это до такой степени некрасивый, до такой степени плевок в лицо военных пенсионеров. Это не первый случай подобного рода. Как только коммунисты уведомляют местную власть о каких-либо мероприятиях, тут же чиновники начинают задействовать весь свой творческий потенциал, срочно планируя достойный ответ. Это говорит всего лишь о том, что власть близорукая, власть боязливая, чего-то она там боится все больше и больше. Я считаю, что это неумно, назовем так. Неумно не в отношении меня, а в отношении военных пенсионеров, которым вместо предоставления помещения предложили в преклонном возрасте находиться на улице. И все же встреча состоялась. Военная реформа, военные пенсии, социальное положение военных пенсионеров – эти темы приобрели особую остроту в последние десятилетия. Нищенское положение военных пенсионеров вызывает законное возмущение с их стороны. С этими вопросами люди и пришли к депутату. Встреча нужная, она ожидаемо была, согласована заранее. Я считаю, что на сегодняшний день, скорее всего, один Денисенко, с которым мы встречаемся регулярно. Потому что остальные депутаты Госдумы как-то обходят стороной все эти вопросы наболевшие. Похоже, в очередной раз власти забыли, что военнослужащие – это особая часть гражданского населения страны. Это люди, сознательно выбравшие свою судьбу – защищать страну и свой народ от агрессора. И выбирая службу Отечеству, правительство гарантировало им социальное обеспечение и защиту после выхода на пенсию, как особой категории граждан. Гарантировало и забыло. Сергей Михнеевич, Сергей Черном, ОКОМ-ТВ